В редакцию нашего телеканала обратились жители Тверской области, у которых в квартирах сгорелых практически вся бытовая техника. Вышли из строя холодильники, телевизоры, отопительные котлы. Тверичане не знают, кому обращаться и бьют тревогу, ведь убытки десятки тысяч рублей. Кто виноват? А главное, что делать, разбиралась наша съемочная группа. Это тихий жилой комплекс Затверецкая Слобода. Состоит он из шести домов и находится рядом с Тверцой. Дома здесь с индивидуальным отоплением, рядом берег реки, много зеленых зон. Именно по этим критериям Антон с женой купили жилье здесь. Такая тихая и размеренная жизнь устраивала семью, пока не случилось ЧП, которое повергло в шок всех жильцов этого дома. 28 июля, в воскресенье вечером, пошли перебои с электричеством. Взрывались лампочки. Достаточно было включить любой электроприбор, и сразу видно, что он работает как-то вне своих, ну не так, как он должен работать. То есть, либо это, если это вентилятор, он крутится сильно, быстрее, он жужжит. Запах гари, и это все тоже взрывается. Это было ЧП, и очень много пострадавших тут весь дом. У Татьяны сгорел газовый котел и стиральная машина. Женщина вспоминает тот день, как страшный сон. Когда зашла на кухню, увидела дым. Сильно испугалась. Сгорела эта стиральная машина. Дым пошел, запах ужасный. И хлопки, и перед этим хлопки были, конечно. Когда уже я увидела, что дым пошел, ну пошла выключать все эти автоматы. Я пенсионерка. Для меня это очень даже существенно. А вот убытки Елены еще существеннее. Помимо котла сгорело много техники. Женщина уже вызвала экспертов, чтобы оценить ущерб. Слюз прям олова вытекла. Котел взорвалась плата у нас. По предварительному экспертному заключению, это будет стоимость ремонта котла где-то более 45 тысяч. Посудомоечная машина, робот-пылесос, термопод и другая бытовая техника, которая была включена в этот момент в сеть. Всего в доме 33 квартиры. Пострадало больше половины жильцов. В такой ситуации важно зафиксировать факт резкого скачка напряжения. Для этого нужно уведомить аварийно-диспетчерскую службу от поставщика услуг или управляющей компании, что и сделали собственники квартир. Сейчас важно подсчитать и подтвердить документально убытки. В ближайшее время эту работу с жильцами проведет их управляющая компания. Собственно, виновник в случившемся уже на один. Это некая ресурсоснабжающая компания. Произошла какая-то проблема на их сетях. После этого обновился ноль и произошел скачок электроэнергии. Напряжение, которое мы заменили, 370-400. Сейчас дальше действия мы с жителями подписываем акты. Мы всем приложим фотографии для того, чтобы они могли напрямую обращаться к данной организации. После того, как жильцы получат все необходимые экспертные заключения, они планируют обратиться в суд, чтобы получить компенсацию за утраченное имущество. Продолжение следует...